Всем привет, меня зовут Лукьянов Вадим, я представляю Капайн General Gas и сегодня я вам хочу рассказать о системе генерации азота на базе генератора GN75. Этот генератор способен производить 25 метров кубических в час азота частотой 99.99 процентов, то есть это 100 ppm остаточного кислорода в газе. Эта система очень проста в эксплуатации и состоит всего лишь из двух элементов. Это подготовка воздуха и сама генерация азота. Сейчас более подробно о всех системах генератора скажет мой коллега Алексей. Добрый день, меня зовут Алексей, я технический специалист компании General Gas. Перед вами система генерации газообразного азота на базе генератора азота GN75 и сегодня мы произведем полноценный запуск этой системы. Она смонтирована у нас на производстве. Значит из чего состоит система? Система состоит из подготовки воздуха, это винтовой компрессор с осушителем, это накопительный ресивер для сжатого воздуха, это блок фильтров, сам генератор и буферная емкость для азота. Значит пройдемте, ну с чего начинается запуск? Запуск начинается с включения электричества. Нам подаем электричество на генератор. В панели у нас есть специальный тумблер. Значит и началась загрузка программного обеспечения. Дальше мы пройдемте, запустим компрессор. Значит компрессор запускается с панели управления. Вот здесь у нас панель. Значит компрессор уже включен в сеть, достаточно нажать кнопку пуск. Нажимаем кнопку пуск, запускается компрессор и начинается набор давления. Значит сжатый воздух накапливается в ресиверах и поступает к нам генератор через два фильтра грубой и тонкой очистки. Значит после того как набралось давление в ресиверах, мы производим подачу, то есть открываем все экраны. То есть мы открываем подачу сжатого воздуха в генератор. Пойдемте дальше. Здесь мы открываем подачу азота в ресивер и подачу азота на элементы в шкаф. Значит дальше мы идем к панели генератора. То есть на панели генератора мы видим одну кнопку. Для запуска генератора достаточно нажать эту кнопку и генератора в автоматическом режиме будет выходить на частоту. Значит нажимаем старт. Генератор начал работать. Значит здесь мы видим параметры. Эти параметры отображаются в текущий момент. Какая концентрация азота сейчас находится в ресивере. Давление азота в ресивере сейчас составляет 6,7 барра. И производительность станции в текущий момент. Значит эти все параметры постоянно обновляются. В настройках генератора клиент может задать давление минимально допустимое, которое ему нужно использовать дальше. И концентрацию продукционного азота. Сейчас задано 99 процентов. Все остальные настройки скрыты от пользователя, чтобы не усложнять и он их не смог сменить. Значит после того как генератор отработан. Вот вы видите он уже набирает давление у нас. И вышел на данную частоту. При завершении работы достаточно нажать кнопку остановить генератор. Нажимаем кнопку. Генератор дорабатывает цикл адсорбции и выключается. Вот он в принципе уже выключился. Дальше для того чтобы отключить генератор нам нужно перекрыть вентиля. Перекрываем вентиля. Дальше мы идем выключать компрессор. Значит закрываем вентиль подачи сжатого воздуха. Значит здесь у нас установлен глушитель. Отсюда выходит азот продукционный. Но сейчас клапан заглушен, потому что стоит глушитель, чтобы не было громко. Вот дальше производим выключение самого компрессора. На этом вся эксплуатация системы завершается. То есть все довольно просто, легко. Систему может обслуживать один человек и находиться с ней во время работы не обязательно. Достаточно раз в час-два проверять параметры системы для того чтобы оперативно что-то можно было исправить. Перед вами пневматический шкаф с помощью которого идет управление всеми процессами адсорбции. Значит он состоит из клапанов различных пневматических устройств. Пневматическая часть состоит из компонентов производства Италия. Измерительная часть состоит из компонентов SMC Япония. Все узлы собраны из нержавеющей и латунной латунных фитингов. Все достаточно надежно и просто. Клиент эксплуатируя генератор к этому шкафу даже не подходит. Все параметры, все установки задаются на заводе-изготовителе, то есть у нас в цеху здесь. И значит шкаф полностью опломбирован и туда доступ клиент не имеет. В заключение хочу сказать о том, что система очень проста в эксплуатации, не требует никаких специальных навыков для персонала. Если остались какие-то технические вопросы или вам интересно сколько стоит подобная система, все вопросы можно узнать на сайте general-gas.ru. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши видео обзоры. До новых встреч!